Большая часть восстановительных работ в Балаклее и окрестностях выполнена, рассказывает глава местной администрации Степан Масельский. По его информации, сейчас строители лишь дорабатывают нюансы. На сегодняшний день установлены все векна, полностью отремонтованы покривли. Там остаются деякие незначные доопрацевания, которые сегодня на жизнь людей не впливают. Они закончили работу по установлению входных дверей, квартир, где нам очень много нужно было заменить. И чисто технично, что должен быть потребен час, на их выготовление затянула эта работа. Чрезвычайное происшествие на арсенале семья Елены Губенко сначала пережидала в машине посреди трассы, потом у родственников в Харькове. По возвращению жилье не узнали. Но сейчас, по словам Елены, необходимый ремонт в квартире строители закончили. Страшно было, да. Раньше нам, как говорили, что если взорвётся база, не будет ничего. И уже когда были взрывы, не знала даже собираться или уже не стоит вообще. Да, конечно, испугались очень. Окна все были повреждены. Это вылетело, дверь межкомнатная вылетела, входная деформирована. Ну, все окна были повреждены, разбиты. Поменяли все окна нам. Жительница посёлка Нефтяник Анна Писаренко рассказывает, после ЧП на арсенале её дом остался полностью непригодным для проживания. Упавший потолок, разрушенные стены и крыша, разбитые окна и двери. Ну, в стадии ремонта, видите, какие нам дома сделали красивые. Внутренние работы идут у нас, делают нам красоту. Крышу тоже новую сделали, вот это вот старое всё лежит, значит, крышу тоже новую сделали. Вот, ну, ещё немного не доделано, значит, что они там будут отмостки ещё делать. Сразу после чрезвычайного происшествия глава обл. администрации Юлия Светличная поставила перед строительными организациями задачу – закончить работы на объектах социальной сферы и в жилом секторе до начала отопительного сезона. Після надзвичайної ситуации было дійсно велика кількість руйнуваний. И те, кто понимает это, понимают, сколько нужно времени для того, чтобы провести восстановление работы. Пять месяцев с момента состояния надзвичайної ситуации нам дали возможность уже выходить на больше, чем 90% выполненных работ. Но, несмотря на те надзвичайні ситуации, які були і в Лозовій, і в Сватово, роботы проводились від року і більше. Сейчас, по данным руководителя района Степана Масельського, в ході восстановительних робот в Балаклеї заменили более 52 тисяч квадратних метров кровель. Установили 7,5 тисяч окон і 625 дверей. В дев'яти многоэтажках провели капитальный ремонт с укреплением фундаментов і стен. Сьогодні головним завданням є для нас це переведення мешканців вулиці і арсенальні на індивідуальне опалення, так як котельна не підлягає відновленню. От цим займаємося. На сьогоднішній день уже встановлено і обв'язано, встановлено под 240 котлів, а обв'язано і готових до експлуатації порядка 229 котлів. Що касається частного сектора, то, по словам Масельського, на ремонт домов жителям передали строительные материалы і благотворительні средства. В частности, 4 млн 800 тисяч гривень на замену окон і дверей в 448 домах выделила компания «Укргаздобыча». Оксана Зинковська, Алексей Калмык, Медиагрупа «Об'єктив».